Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал правозащитника Льва Пономарёва на 50 тысяч рублей по статье о непредоставлении отчёта о деятельности и на агента. По той же статье привлекают к ответственности и гроссмейстера, чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Хамомнический суд российской столицы принял в работу материалы административного дела по отношению оппозиционера. В начале октября в тот же суд поступило ещё одно дело против шахматиста. Каспарова обвиняют в распространении публикаций без маркировки иностранного агента. В России стали штрафовать за иноагентство чаще, чем за участие в протестах, пишет издание «Можем объяснить». Почти в 10 раз чаще стали привлекать к ответственности иноагентов по статье о нарушении порядка их деятельности. В первом полугодии 2022-го были оштрафованы только 6 человек. В первом полугодии 2023-го уже 58. Из публикации издания «Можем объяснить» в Телеграм. Советский районных суд Казани отправил в СИЗО журналистку татаро-башкирской службы радио «Свобода» Алсу Курмашеву. И грозит до пяти лет лишения свободы за то, что она не попросила включить себя в реестр иноагентов. Поэтому такое мере пресечения считаем ещё строгим. И по содеянному, и по статье. Можно сказать, что политическое дело, да? Я такое не говорил. Не знаю. Всё чаще россиян наказывают и за так называемую пропаганду гомосексуальности. Тверской район и суд Москвы оштрафовал бьюти-блогера Игоря Синяка на 200 тысяч рублей по административному делу о якобы пропаганде ЛГБТ в интернете. Синяк ИВ разместил в открытом доступе для неограниченного круга лиц информационные посты, содержащие пропаганду смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и предпочтениях. Из постановления Тверского районного суда Москвы от 18 октября 2023 года. С начала 2023 года за так называемую ЛГБТ-пропаганду в России оштрафовали 27 человек. За весь 2022-й – 16. Продолжают преследовать россиян и за активную позицию. Незрячую активистку Оксану Асачи оштрафовали на 60 тысяч рублей за антивоенный одиночный пикет на Манежной площади Москвы. Защитник назвал процесс издевательством над правом и правосудием, а сама Оксана не признала своей вины. Было ощущение какого-то полнейшего осюра, потому что судья не услышала сторону защиты, часто перебивала и снимала некоторые вопросы просто потому, что ей так хотелось. Поэтому был очень странный процесс. Лишение свободы сроком на 12 лет колонии строгого режима. Такой приговор вынес Московский городской суд бывшему сотруднику Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Анатолию Губанову. Его признали виновным в госизмене. В июне 2023-го подчиненного Губанова Валерия Голубкина тоже приговорили к 12 годам колонии. По версии следствия, в 2018 году ученые занимались созданием гиперзвукового пассажирского самолета. Голубкин передал горегам из Нидерландов два отчета, в которых силовики нашли гостайну. При этом, как подчеркивает первый отдел, все документы перед передачей Нидерландам трижды проверяли специалисты и не увидели в них гостайны. Из публикации изданий «Медиазона» в «Телеграм». Одной из самых популярных репрессивных статей в России остается так называемая дискредитация армии. За первое нарушение штрафуют, за второе открывают уголовное дело. Россияне, похоже, научились скрывать свои взгляды, пишет издание «Можем объяснить». Число наказанных и сумма штрафов уменьшились почти вдвое.